Добрый день, уважаемые участники, с вами Михаил Клинский сервис Atomi Россия. В этом видео мы с вами разберем, пожалуй, первое, с чем сталкиваются наши участники, а именно регистрация в самой компании. Единственным вариантом зарегистрироваться в компании является регистрация на официальном сайте компании atomi.ru. Итак, своих потенциальных участников вы можете зарегистрировать двумя способом. Первый – предоставить ему свой ID номер и гостевой пароль для того, чтобы сам участник зарегистрировался на сайте самостоятельно. Однако, ему надо будет еще предоставить ID номер непосредственного спонсора, под кого он будет регистрироваться. Второй вариант – это зарегистрировать его самостоятельно вместе со своим участником, как раз ему и показать, как регистрироваться в компании. Давайте рассмотрим второй вариант. Итак, прежде чем зарегистрировать потенциального участника, нам надо с вами авторизоваться. Нажимаем «Войти», вводим свой ID номер и пароль. Нажимаем «Войти», после чего вверху нажимаем «Регистрация». Всех участников мы можем зарегистрировать в двух статусах. Первый – это покупатель. Второй – дистрибьютор-покупатель. В чем разница? Если вы регистрируете участника из той страны, где официально работает компания Atomi, а на данный момент это Россия, Казахстан и Кыргызстан, то вы регистрируете как дистрибьютор-покупатель. Если вы регистрируете участника из той страны, где сейчас открыта только предрегистрация участников, то вы регистрируете как покупателя. Обращаю ваше внимание, что в дальнейшем можно будет перейти из одной страны в другую только с обнулением всех PV, кроме личных, а также обнулением всех накопленных степов. Итак, допустим, у нас человек из России. Нажимаем зарегистрироваться. Соглашаемся со всеми условиями. Подтвердить. Здесь выбираем страну. На данный момент Россия. ФИО. Фамилия Петров. Иван Сидорович. Пол у нас мужской. ИННН. Поле не обязательное. Дата рождения. Устанавливаем сначала год. Какой-нибудь 80-й год. Давайте март месяц и 19-е число. Вводим пароль. Пароль должен состоять от 6 до 14 символов, чтобы были буквы, цифры, ну а также еще какой-нибудь символ. Вводим пароль. Повторяем. Гостевой пароль. Рекомендуется его указывать простым, для того, чтобы его давать потенциальным своим участникам. Номер мобильного телефона без восьмерки. Почтовый индекс. Москва. Адрес. Улица Отрадная. Дом. Скажем, 4. Квартира. Любая. Адрес электронной почты. Указывайте действующий адрес электронной почты для получения сообщения. Итак, указываем. Здесь вы можете выбрать самые популярные хостинги почты. Если вы не найдете свой, то вы можете нажать ввести и здесь ввести свой. Предположим, gmail.com Так, но я указываю действующую почту, поэтому у меня будет mail. Нажимаем подтвердить. На четвертом шаге мы указываем номер пользователя. Это непосредственно ваш спонсор, под которого вы будете регистрироваться. Указываем. Нажимаем искать. Здесь мы видим, что у данного спонсора имеется уже левая нога, поэтому мы автоматически будем прикреплены к правой ноге данного участника. Нажимаем подтвердить. Теперь мы видим имя спонсора. Также образовательный центр. Образовательный центр автоматически подставляется тот, который у непосредственного спонсора. При этом вы можете выбрать любой из них. Так как я живу, допустим, в Москве, поэтому мы выбираем Москва. Какой-нибудь арбат-центр возьмем. Итак, нажимаем подтвердить. Здесь мы проверяем все данные, а именно наши фамилии, имя, отчество, пол, дата рождения, номер телефона, ну и так далее по списку. Также здесь личные данные непосредственного спонсора. Нажимаем завершить регистрацию. Все, регистрация завершена. Также мы видим, что мне присвоился один номер и также мой пароль. Нажимаем домой. Также подтверждение приходит на вашу почту, которую вы указали при регистрации. Что ж, на этом у меня все. Всем успехов. Всем пока.